Если люди в городе остались всего лишь без воды, то в Тельвиске местные жители не могут получить новую крышу над головой. Строительство двух многоквартирных домов, которые очень ждут телевизчане, пока отстает от графика. Накануне это признал глава сельсовета Владимир Кожевин. Он сказал, что в очередной раз попались недобросовестные подрядчики. Эта проблема существует, пожалуй, почти в каждом населенном пункте региона. Первый 24-квартирный дом возводит бригада предприятия Наринмарстрой. Сейчас здесь идет монтаж наружных стен, их покрывают утеплителем, а также заливают полы. И хотя строительство уже идет с задержками, в новый утвержденный график, говорит глава Тельвисочного сельсовета, вроде как укладываются. Сдать новый дом рабочие пообещали в конце этого года. А вот второй дом, правда уже 12-й квартирный, возводит Наринмарокргаз. Проблемы с ним. Бригада достаточно некачественная попала. Там много замечаний. Стройка остановлена. Идет некомплектация по оборудованию, ну как по материалам. Укругаз в прошлом году начал осенью строить дом. Уже от графика отстает? Отстает от графика, да. Обещали когда построить? Декабрь этого года. Не успеют? Не успеют. Для села новые квадратные метры принципиально важны. Три года назад в Тельвиске сгорел дом, его жильцы до сих пор не получили квартиры. Все чаще в населенном пункте стали говорить о приостановке строительства дороги Наринмар-Тельвиска. Напомню, она должна быть открытся в декабре этого года. Накануне были определены новые сроки. Окончание возведения ожидается примерно через полтора года, то есть в начале 2016 года.